На сегодняшнем уроке мы закончим разбор песни «Пачка сигарет» Виктора Цоя, проанализируем размер 2 к 4 и 4 к 4 на примере этой песни, разучим новый аккорд «Ре мажор доминант сектаккорд» и продолжим тему изучения новых грифов, используя тона и полутона. Вашим домашним заданием с прошлого урока было проставить аккорды в песне «Пачка сигарет» Виктора Цоя, и сегодня будет ответ на это домашнее задание. Но давайте сразу договоримся, как мы будем играть эту песню правой рукой, каким приемом звукоизвлечения. Я предлагаю сыграть эту песню «Боев номер один», только поменять в нем удар, который идет с приглушкой, на удар, который будет удар «К», который мы разобрали в прошлый раз, удар кисти, вот этот. И тогда бой будет звучать вот так. Бой номер один у нас был вот такой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот. Вот эти удары у нас стали ударами кистью, то есть мы заменили крестики на удары с кистью, приглушку заменили на удары с кистью. И аккорды, которые будут в песне, будут по два аккорда в такте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В этой песне есть одно место, которое не совсем логично. Это начало самой песни, то есть первая строчка, с которой начинается «Я сижу и смотрю в чужое небо». Оно начинается с аккордами минор. А все остальные строчки будут приходиться уже на аккорд ля минор. Именно в этом месте и есть небольшая такая вот особенность этой песни, которую можно просто запомнить. «Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна, и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам, куда и сюда, А вернуться ли не смог разве те среды. Но если есть в кармане пачка сигарет, Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылом, Что светая оставляет земле лишь тень». Также в этой песне лучше заменить аккорд ре мажор на аккорд Д7, на ре мажор доминант септакор. Он прижимается вот так. Аккорд ре мажор. Доминант септаккорд. Этот аккорд у нас играется от четвертой струны. Туника в этом аккорде находится на четвертой струне. Еще раз хочу повторить особенность этой песни, в том, что начинается песня с аккорда ми минор. «Я сижу и смотрю». То есть слово «сижу» будет приходить на аккорд ми минор. А во всей остальной песне все основные моменты будут приходить на аккорд ля минор. «И не вижу ни одной знакомой звезды, я ходил». И, например, то же самое. «Есть в кармане пачка, сигарет значит все». Вступление этой песни лучше начинать играть с аккорда ля минор. То есть начинаете с ля минора. И вот отсюда начинаем петь Я сижу, я смотрю Сейчас мы посмотрим, где у нас стоят аккорды в этой песне Я буду говорить, где они стоят Я буду говорить раз 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 То есть это слышно по партии бас-гитары То есть слышно, что в этом месте что-то меняется, меняется аккорд Это можно услышать, если чуть-чуть замедлить Вот Сейчас 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 Какие именно стоят аккорды и именно где Можно попытаться пощупать из предложенного варианта Если открыть в интернете аккорды, то все равно там есть какие-то варианты И можно попытаться их просто пощупать в разной последовательности Один аккорд, второй, если тот не подходит заменить на третий И на сегодняшний день это самый доступный способ Потому что для того, чтобы можно было знать точно, какой там стоит аккорд Нужно знать теорию музыки И это мы будем разбирать со временем А на сегодняшний момент можно просто лишь пытаться Манипулировать теми аккордами, которые предлагает интернет Я нашел два варианта с нотами этой песни Первый вариант это где у нас стоит размер 2 к 4 Вот видите 2 к 4 То есть подразумевается, что каждый такт у нас считается Раз, два, раз, два Это будет тот же самый размер 4 к 4 Только у нас будет в такте разное количество аккордов Если у нас размер 2 к 4 То у нас в такте будет стоять один аккорд А если это будет 4 к 4 То в такте у нас будет стоять два аккорда И вот вы видите, вот эти все аккорды стоят Вот они по целому такту Здесь ре, доминант, септаккорд должен быть Д7 Ну в принципе здесь все очень просто и доступно Вот сюда начинается песня Это за такт Я сижу и смотрю Ну вот тут знак сыни, возврат на начало Все понятно Вот второй вариант этой песни Здесь у нас размер 4 к 4 И здесь у нас будет по два аккорда в такте Видите? Ре и ми минор, ля до мажор Ре и ми минор, до мажор То есть аккорды те же самые Только за счет смены размера У нас стоит либо один аккорд в такте Либо два аккорда в такте На последних уроках мы начали разбирать ноты на грифе И в последнем уроке мы разбирали, где у нас находятся октавы с нотой фа То есть мы взяли ноту фа и просмотрели, где повторятся все ноты фа по всему грифу Я надеюсь, вы это домашнее задание выполнили Потому что все остальное, что будет дальше Будет зависеть от того, как мы будем знать гриф Потому что все остальное, что мы будем проходить Будет связано уже с нотами на грифе То есть это имеет уже значение И сегодня мы эту тему продолжим И поговорим о том, что такое тон и полутон Ноты, которые находятся внутри октавы Они у нас находятся в определенном порядке И они будут расположены по тонам и по полутонам То есть ноты будут идти друг за другом Следуя определенному принципу До, ре, ми, фа, сол, ля, си, до Все эти ноты идут друг за другом От ноты до до ноты до И расстояние от каждой ноты до следующей будет разным Вот нота до На пятой струне на третьем ладу А вот нота ре Расстояние от ноты до до ноты ре Называется тон То есть расстояние всюду по всему грифу Вот такое расстояние Где внутри будет один свободный ват Называется тон На любой струне, в любом месте Это называется один тон Когда мы прижимаем два соседних лада вместе Вот так вот Такое расстояние называется полтона То есть вот нота до А вот нота ре это тон А вот нота до И вот нота до диез это полтона И если мы возьмем октаву От ноты до до следующей ноты до Вот следующая нота до То все ноты друг за другом Будут расположены в следующем порядке Следуя тонам и полутонам До ре тон Ре ми тон Ми фа полтона Фа соль тон Соль ля тон Ля си тон И си до полтона Такой порядок у нас будет на каждой струне И вашим домашним зданием будет называть ноты по тонам и полутонам Используя ноты до ми фа соль и си до То есть к примеру мы возьмем вторую струну Которая называется си И следующая нота которую мы прижмем Будет называться нотой до После ноты до идет нота ре Тон Ре ми тон Ми фа полтона Фа соль тон И так далее Здесь имеет значение найти закономерность Почему у нас появляется где-то полтона В каком месте они появляются И как это видно визуально Нужно проанализировать гриф Еще раз через октавы То что мы делали на прошлом уроке И просмотреть ноты по тонам и полутонам По каждой струне Сейчас нужно заниматься анализом грифа Потому что все что будет разбираться дальше Еще раз повторюсь Будет уже иметь значение Ноты на грифе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!